Все уже, да? Уже все поправились, сходили на недельку в школу, и теперь они у меня на каникулах продолжают бездельничать. У меня запись включилась. Прекрасно, все очень хорошо. Ларисечка, тоже все нормально, да? Все все хорошо? Да, да. Прекрасно, смотрите, девочки, ну давайте тогда продолжаем с вами, поскольку мы герои Диинфинитив, как-то более-менее, да, что-то прояснилось, давайте с вами сегодня опять продолжим просто русские предложения, вы будете писать в чате, и мы их будем переводить на английский, все вы, да? Я думаю, что это самое эффективное. Теперь мне нужно сделать демонстрацию экрана, так, чтобы я могла показать чат, Лен, где демонстрация, как всегда я начинаю. Так, а вот демонстрация, демонстрация. Давайте пока сделаем, ну пока сделаем скайп, что ли. Скайпа, где он? Ну пусть будет рабочий стол, да? Вот рабочий стол. Вот так. Рабочий стол. Черт. Окей. Ну все, начинаем. Значит, у нас, Лена, а девочки пока не хотят, да? Ничего из... Нет, нет. Ну и не надо. Самое главное... Все. Лена, самое главное, что это, вот каждый человек должен сам созреть... Главное не протухнуть, я бы так сказала. Созреть-то, это, знаете как, невозможно не созреть. Этот процесс все равно придет. Созревание, потом взросление, потом старость. Это никуда. Главное не протухнуть, пока растешь. Ну да, да, чтобы было интересно, чтобы это было смысл имело, да? Чтобы это приносило радость и себе, и людям. Ну да, чтобы все было как надо. Итак, тогда пишем предложение. Лариса Первая в чате пишет предложение. Я начинаю, да? Я продолжу тему своей прогулки. Я, наверное, все-таки, знаете, что сделаю? Я, наверное, все-таки сделаю другое, чтобы у меня могла на столе что-то сама сделать. Так, Ларисечка, им пишем, и меня нет лекарств. Лариса Первая в чате пишет. Ничего не получилось, пусть так остается. Ничего не получилось, пусть так остается. А вы видите чат, да? Ваш видим и свой видим. Отлично, то есть вот чат видно, все здесь и та, и вот это мой четверон. Красивые цветы у Лены. Я поняла намек. Не, Елена, никакого намека. Ну что-то это. Я еще вот если в среду поеду к племяннику, попрошу, тогда возьму компьютер с собой и там он мне посмотрит. Ну главное, у меня вот эта лампочка горит, где показывать должно. Ну где она снимает, где камера, да. То есть камера включена. Не знаю, что с ней случилось. Не важно. Нет, ну как не важно, мне само интересно. Лен, конечно, интересно посмотреть на Лену. Мне тут очень. Ничего, никаких, мы подождем сколько надо. И так. А вот я когда так увеличу, вам ничего не меняется, да? Нет. Ага, то есть я могу увеличить, ничего не меняется. Я немного устала, купила себе капучино и вкусный круассан. Лариса, только такая стройная, такая и круассан, и все. Я лопаю, и все на свете. Вкусный круассан стояла по дереву, наслаждалась тишиной и зимним пейзажем. Так. Прекрасно. Это предложение, Лариса, прямо сейчас, не глядя никуда. Перевожу. Да, говори. I had little tired. I bought, I bought, I bought, I bought cappuccino and tasty croissant. And I was, I was staying under the tree and enjoying silent winter view. Ну, Лариса, прямо все вот это пишем. Прямо было пишем, что было сказано. Прямо было пишем. Прямо. Прямо. Девочки, вы тоже все пишите. Калентина и Лерочка, пишем тоже свои версии. Калентина и Лерочка. 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 Я занят? Я занят очень. Ну, пошел вон. Можешь поехать сейчас? Сейчас немножко. Спасибо. Спасибо. Лена, а ты мне не видишь здесь скайп? Ну, я не вижу. Вот видно сейчас, что я вот открыла или нет? Ничего не видно. Видно. А вот девочки тут есть где-то скайп просто. Я сказала 30 минут, а не 5 минут. Или нет? Нету. Я сейчас буду сама засыпать. Это рабочий стол. Все делается на волосы у нас будет. Извечай с молоком. Нет. 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 Хотела подпольно залезть в гугл, ничего не получила. Буду-то опрыгнуть. Да. Оль. Валентина. Я здесь. А можно звук выключить у вас? Нам мешает. Угу. Все, я уже здесь. Да, если вы что-то делаете, какие-то дела. Да. Не знаю, что-то у вас происходит. И помешаем. Просто звук выключается, если кто-то приходит. Ага. У меня последняя написала. Отлично. Варится. Разделяем это предложение. Я не могу встала. Купила себе капучины и вкусный круассан. Стояла под деревом, наслаждалась тишиной и зимним пейзажем. Это у нас сколько предложений? Так. Раз. Два. Три. А как, Ларисочка, ты определила, что ты мне? Нет. Или одно. Я же, я же там один раз. Да. Сколько подлежащих, столько предложений. Да? Да. Устала, купила капучино. Просто оно такое большое. Да. Я стояла под деревом, постояла и наслаждалась. Да? Устала, купила, стояла и наслаждалась. Значит, а зачем-то до хэд? Вот. Это я перфектное время. Борисочка, ну, перфектное время всегда, если в прошедшем времени, это что прошедшем было, да? Да. То так должно быть как будто бы второе предложение, к какому моменту это было все совершено. К какому-то моменту. Либо к которому свершился. Поскольку у нас ни момента, ни предложения нет, то это просто обучено. Да? Угу. Устала, купила, стояла и наслаждалась. Поэтому как это не нужно. Угу. А как? Угу. Вот. А стояла под деревом и наслаждалась тишиной. Это вот, ну, как прогрессивно в прошлом времени. Он же есть в прошлом? Когда у нас прогрессивное, то обычно, ну, как-то перебивается вторым предложением, которое подчеркивает, что был процесс. Или хочется сказать, что это был процесс. Вот. Это что я хотела выразить, что это именно был процесс. Не как факт, не просто факт, а процесс. Потому что вся фишка в этом, стоять под деревом и наслаждаться. хорошо. Пусть будет так. Попробуем так. А хэд? А хэд убираю? А зачем хэд, если у нас... Как уставать? Сейчас мы просто устать, да? Вот. Заходим сюда. Нет, не сюда. Сейчас, секунду. Неудобно. Вот. Устать. Get tight. Устать. Устать. Значит, если на прошедшее время, то как надо написать? Вот. Вот. Да? Итак. Вот. Устать. Теперь немного смотрим, да? A little. Немного. Угу. Вот. Значит, можно сделать так. I got... A little tired. A little tight. Ну так. А я помнила, но не была уверена. I got a little bit tight. Вот. Э капучино. Капучино правильно написано? Я просто не помню. Сейчас посмотрю. Не надо, я уже смотрю. Может и хорошо, что капучино вы все видите. Вот. Капучино вот так пишется. А, неправильно, да. Правильно. Капучино. Одну чашку? Один стаканчик? Да. Поэтому э капучино, да? Капучино. Поэтому э капучино. Одну капучино. Оно исчисляемо? Да. Леночка. А просто здесь ставится артикль перед кофе, капучино, чай. И это значит одна чашка. То есть... Поэтому э капучино, бот э капучино. То есть одну чашку капучино. Ну, пусть будет в эстейсте, а в эстейсте круассант. А у нас, значит, что там написано? Вкусный круассант. Сейчас. Капучино. Ну или энта. Угу. Ну это не принципиально. Как круассант пишется? Сколько есть букв там? Там две буквы С. Сан. Т на конце? Ну вот в английском у меня тоже перевёл с буквой Т. А у нас просто круассант. Круассант, да. Ага. Ну вот, delicious круассант. Лариса, что у нас написала? Да, не то, да. Пусть в эсте, не важно. Пусть в эсте, не важно. Или какой там delicious. Ну, я в эсте написала. Ну, всё. Так, как его исправить? Не надо. Пусть в эсте будет. Какая разница? Нет, круассант, круассант. Круассант. Сейчас скажу. Угу. Угу. Нет Ты круассант. Х?... И причём непонятно, сколько круассантов. Э. Вот Угу Воу. Угу. 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 Про капучино вспомнили, а про круассанты не подумали. Угу. Предслучительно нужно всё-таки, да, ставить артикль. Если это единственное число, Угу. А если несколько круассантов, Ларис, то не надо ставить артикл? Да. Это я помню. Вис тесте? Вис, нет. А круассант какой вкусный? Значит, перед вкусным Вис Этвус. Ой, я не туда поставила просто. Ну и правильно, что там? Ларис, когда поставила, пусть там и стоит. Но на самом деле, надо перед прилагательным, перед прилагательным, который описывает это существование. Да, это я помню. Теперь вот я думаю, что смотрите, получается, агута литлтайт, просто думаем, купила, вместе все думаем, купила это купить с вкусным красным. Вот, это правильно в одном предложении намешать все времена, скажем. Так, или все-таки неправильно? Ну, получается, если нет подлежащего, то это неправильно. Неправильно? Да, потому что это должно быть какое-то, должно быть, потому что в этом предложении, получается, у нас все в факте. Тогда туда можно просто поставить «я стояла под деревом и наслаждалась тишиной». «я год литлттл биттайт», «бот и круассант» нужно сделать сейчас. «Стендинг андердетрия». «Стендинг андердетрия». «Стендинг андердетрия». «Стендинг андердетрия». Но тут надо... Следующее предложение подумаем тогда, ладно, как изменить. Потому что здесь, получается, Ларис все-таки стояла под деревом и наслаждалась, будет просто обычный симпл в прошедшее время. Не может быть в одном предложении, если с «энд» там и наслаждалась, да, и одно подлежащее. Непонятно в конструкции, что... Сейчас тогда исправим. Лариса, у меня вопрос к дереву. А почему артик «Эльзе»? Андердетрия. Нет, дерево, да? Сейчас мы посмотрим. Стояла под... Я просто посмотрю, может быть, устойчивое выражение какое-то есть, но у меня что-то как-то сомнение. Сейчас мы стояла под деревом. Напишем? Вот «эльзе» просто я его на автомате написала. Ой, что за саду? Андердетрия. Нет, стоящее тут стояло. «Стут андердетрия». Не всё надо. Вот андердетрия. Потому что какое-то дерево, мы не знаем же какое. Нам нужно вторую форму. Стэн, стут, стут. Да? Стэн? Да, а я вот просто глагол «стэй», но это, наверное, не то, не то, да. Стэй – это оставаться. Ну, потому что стэй – принято со мной. Тогда нам был, оставаясь, тогда можно было так. Я немного устала купила, ну, просто делаем литературно более красиво. Я немного устала, купила себе капучино и вкусный карасан, стоя под деревом и наслаждаясь тишиной и зимним пейзажем. Можно вот так сделать. Это будет более красиво. Поэтому грустно не стояло, а стоя под деревом и наслаждаясь. Стоя под деревом. Тогда мы сделаем два герундиальных оборота. Стоя и наслаждаясь, мы сделаем герундиями. Стоя и наслаждаясь. Я, понятно, что, да, что при меня, что устала и купила себе поесть, а вот это стоя и наслаждаясь, можно ставить либо в конец предложение, можно вначале. Например, стоя под деревом, наслаждаясь тишиной и зимним пейзажем, я... А, да, я немного устала, купила... Но это как-то не очень звучит. Я немного устала, купила себе капучино. Вот, наверное, вот так будет. Стоя под деревом... Ой, нет, сейчас. И надо убрать. Я наслаждалась тишиной и зимним пейзажем. Вот так. Сейчас. Купила себе капучино, вкусная, красная. Сон, стой под деревом. Ларис, а я думаю, и наслаждаясь надо. И наслаждаясь тишиной и зимним пейзажем, а дальше как? Нет, а вот... про реальность, а действительно наслаждалась тишиной и зимним пейзажем? Или нет? Да, вот смотрите, я немного устала, купила себе капучино и вкусный круассан. «Стоя под деревом, я наслаждалась тишиной и зимним пейзажем». Правильно, потому что у меня получилось, что купила круассан и капучино под деревом. Sorry. Лариса, еще лучше, чем... Так. Так, теперь английский. Да, теперь «Стоя под деревом». «Standing under the tree» получается. Да, «Standing». Это получается герундиальный оборот. Потому что «я», подлежащие к нему относятся, может стоять где угодно, в любом месте предложения, в начале, там, в середине, в конце, где удобно автору. Итак, «Стоя под деревом», я ему купила себе герундиальный чай «Стоя под деревом». Ларис, еще раз прочитаем, что ты... Купила «Стоя под деревом» или где? Купила себе капучино. «Я немного устала, купила себе капучино и вкусный круассан. Стоя под деревом, я наслаждалась тишиной и зимним пейзажем». Тогда вот там, где круассан, ставим точку, потому что получается, что такое дешевое, два предложения. Да, как у меня получается, что «Стоя под деревом» я купила как раз себе кражу. Поэтому ставим точку, предложение. А вот «Стоя под деревом» и 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 «Стоя под деревом» так что я поделил и он сложил с тишиной земли зовут ли это второе предложение очень хорошо пусть тогда будет так тогда вставим точку и тогда все и валентина и леночка меняйте потому что лариса изменила предложение поправьте свои пожалуйста тоже и мы сейчас и и с разберем и ваши тоже посмотрим значит я наслаждалась когда ставим точку лариса да 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 стендинг делаем большой буквы зачем у опыт родительный падеж кого чего а тут кем чем неправильно о в английском языке это в русский родительный падеж а у нас получается или вообще его убрать не нужно наслаждалась тишиной и зимним пейзажем сейчас посмотрим здесь вот тут не надо смотреть silence дэсс а нас это все таки у нас как бы да да и ну да несуществительное тишина да тишина существительное но артикль зэ на это не смотрим наслаждалась видите enjoy написано тоже неправильно у нас прошедшее время то есть вы как бы не доверяйте всему что здесь написано сейчас еще у меня тут один открытый сейчас просто посмотрим что там будет скопируем вот сюда так ставим так ну ладно и так ну да сайленс одна сайленс две сайленс это неисчисляемое да существительное тишиной да у меня тоже с артиклем зэ перед чем и сайленс и зимним пейзажем тоже этой тишиной и этим зимним пейзажем да да ну тогда this time потому что здесь сайленс с дис в интервью тогда здесь сайленс и дверь третью потому что мы можем поставить этой тишиной и этим зимним пейзажем понятно почему но вообще сайленс этой неисчисляемой и артикль перед ней не ставится просто тут из сайленс этой тишиной «And this winter view» этим зимним пейзажем. Так, Лену смотрим потом. «I little» Леночка «little» не так пишется, вот как у Ларисы, правильно? «Только уставать?» Лена, где она с нами или она отошла? А, я тут, я тут, я просто тут была. Лен, вот «уставать» из двух слов «get tight». Поэтому нам нужно будет «get» поставить прошедшую форму, а «tight» так и остаётся. «God»? Да, «get», «good», «good». Значит, мы ставим вот это вместо «e», «got», «got tight». Это будет в прошедшем времени, да? Смотрите, я что-то тут поправила. «I got tight a little» можно сделать так. «I got a little tight». И как у Ларисы, «a little bit» не добавлять, это совсем немножко. Просто «I got a little tight». Между обычно, между двумя глаголами делают на сколько устало. «I got a little tight». Вот, поправила. Ой, теперь «слизно» написал сейчас. Хорошо. Вот «e» капучино. На то есть одну чашку капучино and delicious, круассан. Леночка, артикль «e» идёт перед описанием. Какой? Delicious, перед delicious, и delicious. Перед прилагательным. Их, может быть, там куча этих прилагательных. Как правило. Только вот у Ларисы написала, правильно, Кросса, «T» на конце. «T» на конце, да. А я сейчас не записала. Я видела с Адамте, и я его не... Да. Delicious, круассан. И второе предложение, значит. Standing under a tree. А может быть... Лариса имела в виду под каким-то тем деревом? Лариса, иметь в виду конкретное какое-то дерево, Лариса, или нет? Ну, вообще нет, как бы, ну... Ну, под одним деревом, ну. Не под этим, а просто стою под деревом, да? Тогда standing under a tree, теперь Леночка... Хотя можно же иметь в виду и конкретное дерево на самом-то деле. Ну, одним словом, если будет подразумеваться это дерево, this tree, тогда будет the tree. Ну, если не здесь три, то тогда будет просто под деревом, значит, это дерево. Леночка, должно быть подлежащее. Вместо end Лариса написала, я наслаждалась. Я написала, поэтому... And I enjoyed, да? Да, I enjoyed, потому что она написала, я наслаждалась. Угу. А так, I enjoyed the silence and the winter landscape. Мы просто решили, что этой тишиной и этим видом, да? Поэтому the поставили. Да. Супер. Теперь, Лен, супер. Теперь Валентина. Валентина уже молодец, все переисправлялась. Управлялась, что надо. I got a little, tight, bot. Она сказала, что она сама купила. А в авторе это есть? Ксень, прежде чем истерику закатывать, надо просто сказать, что у нас тройку до восьми часов. Я тебе поправила до девяти, но ты потом с девяти до десяти час читаешь. Истерики мне тут не надо закатывать. Иначе вообще будет строго по расписанию. Все. Простите, пожалуйста. Я нажала на этот микрофон, а он опять включился. Это мы, что вы услышали, наверное, было очень интересно. Так, Валентина, да все нормально. Валентина, значит, myself купила, да? А у автора же нет, что сама купила себе. Нету, да, это тоже я пропустила. Вообще, я купила... Я бы себе, я бы убрала myself. Понятно, что я устала, купила капучино и делишен с тестю круассан. Standing on a tree, enjoy the silence and the winter scenery. Это тоже у нас пассаж, да? Ну да, понятно, что сама купила. Никого же не было, правильно? Ну и все, лишние слова убираем. Отлично. Так, Леночка, теперь... Пишу свое предложение, да? В чате. Так. Я очень рада, потому что я вчера возобновила занятия в фитнес-клубе. Вот это, Лена, теперь ничего, не думая ни о чем, просто пытаемся сказать это на английском, как получается. Прямо говорим, и вот то, что получится, пишем. И, Валентина... Я все сделала с утра, пока Диля пришла. Я просто прослушала, я у Ларисы отключала телефон. Я поняла, что я могу отключать телефоны. Ой, звук. Потому что... Ну, сегодня у нас такие неразговорчивые. Нет, я сейчас просто у Лены тоже найду. Ну, в крайнем случае, я просто буду вас сама выключать. Лариса, я отключила звук. Слышно меня? Потому что там было все слышно тоже. И поэтому, когда... Ничего страшного. Я теперь научилась. Я теперь буду вас сама выключать. Можете не выключать. А то я просто не знала. Отлично. Теперь можно включить. Так. Значит, Леночка написала предложение. Каждый, Лариса и Валентина, на таланте пишут. Значит, конструкции не смотрите. Пишите просто сами, как можете. Если какие-то слова только не знаете, залезьте в Google, посмотрите. А так не надо. Вот, ну, саму конструкцию предложения списывать. Если не знаем, как писать, тоже можно посмотреть. Можно посмотреть, да. Если не знаем, как писать слово. Ну, вот прям пишем, Леночка, что было сказано. Как пишется yesterday, так и пишу по-русски yesterday. Хочу, чтобы он мне правильно написал. Да. Угу. Ой. Слушайте, а вам интересно заниматься английским? Вы мне скажите. Вы как? Конечно. Да, с удовольствием, да, Валентина? Да. Ну, всё. А то я думаю, вдруг вы как бы вот просто потому, что мы начали, вы не бросаете. Нет? Просто вам интересно. Лена, девочки всё равно потом возьмут этот пример. Всё, ничего просто так не бывает. Ничего просто так не проходит бесследно. Поэтому ты даже не переживай ни о чём, ничего не думай. Делай свои дела и всё. Ну, я уже для себя уже занимаюсь, не для них. Вот, и это самое правильное, потому что твою жизнь тоже никто не отменяет. И потом у нас такая получается уже компания, да? Угу. На первый год. Я уже тоже жду, когда я с вами увижусь. Они потом всё равно с тебя пример будут брать. Вот ты посмотришь. Тоже будут заниматься, тоже, в общем, всё вернётся. Всё обязательно вернётся. Так. Ага, отлично. Ну, Лариса сейчас напишет, и мы проверим. Ну, Лариса сейчас напишет. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что обычно вот это когда, что где, когда, вчера, если это действительно для тебя, что это время, оно выносится вперед, если оно для тебя важно. Нет, не принципиально. Ну пусть будет это принципиально, что вчера вот случилось это. Поэтому ЕСТЭДИ можно оставить, БИКОС ЕСТЭДИ оставить впереди. Продолжение следует... Возобновлять сейчас... Реню, да? Реню у тебя? Нет. У меня резюмит. Ну я бы вот написала бы... Либо... Рестат. Либо... Либо... Вот, РЕСТАД. Да, вот я бы вот написала бы РЕСТАД все-таки, потому что не то, что интернет там предлагает, а по логике, по своей... Понятно? Угу. РЕСТАТАТ. Да? Да. Вот там эти две синенькие такие, но вот в данном случае фитнес-клуб, да, мы там возобновляем. РЕСТАТАТ. Так. РЕСТАТАТ. А правильно РЕСТАТАТ-то напишено? Вот так надо, Лена. Сейчас, секунду. Там очень мелко я... А, РЕСТАРТ. Ага. Увеличилось? Да, да. РЕСТАРТ. Вот когда я так делаю, увеличивается у вас? Да нет. Нет? Вот так. Так, РЕСТАТАТ. РЕСТАРТАТ. Что я возобновила, Леночка? Занятия. А чьи? Мои, наверное. Правильно? Свои. Ну да. Значит, всё-таки, наверное, здесь надо написать ещё... Май. Я, Веня, да. Ну, как сказать, смотрите, мы в русском говорим не литературно, а скорее как бы вот, ну, жаргоном мне не хочется слова говорить, но всё-таки, да, не литературно, скажем так. А когда мы пишем предложения, мы всё-таки пусть они будут более красивые и дополненные. Поэтому вчера, я вчера возобновила, и хочется напрашиваться, чьи? Май классы в этом конкретном фитнес-клубе. Правильно? Ну, для вас он неизвестен. Да, in the fitness club. Сейчас, секунду. Можно сделать так. Просто я смотрю, как более красиво. Arrestated classes in my fitness club. Потому что the, если ты написала, то у тебя этот фитнес-клуб написано, в этом фитнес-клубе. Потому что если мы напишем, Arrestated my classes in my fitness club, два раза будем повторять. А и будет понятно, я Arrestated classes in my fitness club, в моём фитнес-клубе. Да, вот так, да. Правильно? Да. У меня только вообще секунду. У меня только секунду. Ну да, всё правильно. Я просто себя проверила. Хорошо? Или I Arrestated my classes in the fitness club. Имея в виду, что свой фитнес-клуб какой-то, да? А если ты не хочешь говорить какой-то, то пишешь in a fitness club. В каком-то одном. И нам не надо даже вникать, что он там этот, тот или где он. То, что можно, значит, было использовать. Ну, какой-то одном, я начала, продолжила заниматься, или начала заниматься в фитнес-клубе. Не написано в каком авторе, просто в каком-то одном фитнес-клубе. Вот у тебя, я очень рада, потому что я вчера вызвала занятие в фитнес-клубе. А мы его усовершенствовали просто, чтобы были более полные предложения английские, чтобы было понятно, о чём речь. Где конкретно, да? Не просто как-то абстрактно, что... Ясно? Да. Ну, это не принципиальное дополнение, просто, ну, так сказать, вот так вот. Так, теперь Валентина. I am very happy because I... Ну, пусть будет resumed my classes in the fitness club yesterday. Ну, что ж, что, где, когда, вчера, пусть будет так. Очень... Yesterday. Yesterday, правильно написано, Валентина? Да, yesterday. I am very happy because I resumed my classes in the fitness club yesterday. Если в этом фитнес-клубе, Валентина сказала вчера, да, если Валентина не хочет нам говорить о каком-то, то будет артикль E. Ну, пусть будет, не знаю, не принципиально. Как будто мы уже об этом говорили, да, Лариса. Это вы понимаете, да, когда какой артикль ставить? Отлично. I am very glad. Отлично. Because I... Рестата только не так. Да. Через A. После started. От слова start. Вот у Леночки правильно. Где у нас? Start. Не start. I am very happy because I restart yesterday. My workhouse is the fitness club. И Лариса в какой-то, в этом фитнес-клубе в каком-то, да, подразумевает. Пусть будет так. Пусть это будет. Но первое упоминание этого клуба будет с артиклем IT, да? Хорошо. Молодцы. Все. Я согласна. Workhouse. Workhouse. Только Workhouse не так. Сейчас я Ларису включу. То я выключила совсем. Включить звук. Лена, а как теперь его включить? Не знаю. Пусть сама включит. Ларисочка, надо включить, мы не слышим. Я только включить могу, видимо. А, все, я у себя включила. Да, я только буду отключать, если там что-то у нас будет, но какие-то посторонние звуки, а что будет, да? Лучше себя включать. Because I restarted, если... My workhouse. Workhouse. Тренировки. Сейчас я... Проверь. Сейчас. Вот. Тренировка, workout. А тренировки, он уже пишет тренинг. Почему-то. Нет, тренировки, вот я написала. Workhouse. Значит, ну это как единственное и во множественном будет так же. Тренировка. Workhouse. Тренировка, workout. Тренировка, говоря, не скажу. Надо писать S. Потому что здесь тренировка, workout. Вот, а сверху же вы написали тренировки, и все равно workout. Ну пусть будет S. Проверяем тренировку. Все равно тренировка написала workout. Лариса, чтобы не делать ошибки, пишем лучше training. Training. Да. Не знаю, надо писать или нет. Просто я с этим словом не сталкиваюсь, поэтому я не скажу. Ну, что, в тренировке одно и то же мы видим. По логике, workout. Ну не знаю, просто не скажу. Не знаю. Может быть, как практика с нами читала. Так. Ну, будем жить за границей и пойдем, как правильно. Workout или workout. Ну, в тексте, может, где-нибудь встретиться, но мы будем знать. Если тексте. Я просто не знаю, что же. Так, Валентина, please, your sentence in Russian. Да, я уже написала. Я бы хотела общаться с людьми других стран. Окей. Прям говорим про мальчиков. I would like to communicate with people from other countries. Пишем. Пишем. Продолжение следует... 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 прошлый раз помните да может быть проверить потому что я ну вот поэтому лена после хочу у нас будет только маникей но нам сказал что она не хочет она бы хотела поэтому слагательно поэтому а вот это смысл не тот же самый в общем почему говорят и хотела бы или буду лайк буду лайк to have a cup of coffee или там i would like to have бла-бла-бла что-то да потому что вот это если бы и хотела бы она предполагает что если вам вдруг кто-то откажет то вы не попадете в невовкое положение и поэтому лучше сказать сказать не утверждая да мне слово уклончиво не хочется произносить тоже не уклончиво а вот да не утверждай я хочу общаться я бы хотела ну то есть расскажи господу богу своих планов и он посмеется поэтому так лучше сказать более мягко я бы хотела а там уже как решат мы для этого делаем все что можем но после кембриджи после кембриджи и оксфорда говорят вот лайк если у нас есть первый глагол но как мы уже выяснили сами да вот делая предыдущие занятия то нужно потом будет отлично так ну что еще давайте да можем еще по предложению еще читали все немедленно но ничего страшного никуда не торопимся спокойном режиме до лариса плесли был я думаю не пролище до помните чего мы начинали да я Спасибо. Вперёд, в английский. Лариса, говорим. I wish everyone healthy to be... Always to be happy and many travel. Прямо пишем. Вот всё, что сказано, эти тироды прямо записываем. И каждый пишет своё. Аплодисменты. Продолжение следует... 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 Отлично. У нас Лариса придумала предложение. Лариса, сколько в этом предложении? Одно. Итак, I wish everyone. Какого здоровья? У меня вопрос сразу возник. Health? Ну, просто здоровь. Хорошего или плохого? Ну, здоровье может быть только хорошим. Вот, значит, good health. I wish everyone good health. Ну, обычно говорят, да? Теперь wish у нас есть. I wish. А дальше, Лариса, говорить. Быть всегда счастливыми. Второй глагол быть. Два глагола wish и be у нас не могут быть без ничего. Вот мы забыли про I wish everyone good health. Забыли. I wish everyone to be happy. To be always happy. Вот, я сначала написала to be. А потом что-то я его убрала, думаю. Наверное, лишнее. Нет, не лишнее. Ну, автор же написал всегда. И вот это вот always пойдет после глагола be. Но у нас уже wish, вот выбросим good health, да, как будто его нет. I wish everyone. А дальше у нас глагол быть счастливыми. Быть всегда счастливыми. Значит, будет второй глагол инфинитив. To be. To be happy always. Нет, после be мы уже пишем to be always happy. А если I always go, помните, я бы говорила, что если просто нормальный глагол, то перед ним и стоит на речи. А если глагол to be, то после него to be always happy. Понятно? I wish everyone good health to be always happy and... Слушай, с вами уже обхохочешься. Классно. To be always happy, Ларисочка. А дальше, что мы через and, мы должны написать опять глагол. And much travel и много... Нет, мы расстаемся и, значит, счастливыми и путешествовать. Быть счастливыми и путешествовать. Два глагола у нас. Быть и путешествовать. Но быть какими-то, да, и путешествовать. Поэтому вот это much travel. Вот после and должен стоять глагол. And to travel much, наверное, да? Вот much, сейчас мы насчет much тоже разберемся. To travel, но почему to не надо? Потому что and... Мы как будто выносим to за скобки. А плюс B равно C. Ну, понятно, да? А, C плюс B, C там равно что-то. C вынесли за скобку, то есть частицу to. А сколько получился? B and travel. То есть не нужно два раза писать. To be always happy and... И частица to не нужна, потому что, ну что, мы повторять будем на частицу to, как у нас есть. Раз it is and travel, а вот теперь much это относится к тому, что нельзя сосчитать. Матч мания. Я сомневалась. Ну... А по путешествиям можно посчитать? Можно. Ну, значит, будет не much, а many. Но many, но many, это звучит плохо. Поэтому much many, many apples, many там, chips, bananas, то, что можно посчитать. Лучше написать a lot. Когда мы написали, что писать, a lot относится и к тому, и к другому. Это будет правильно. And travel a lot. I wish everyone good health to be always happy. Леночка, путешествовать – это действие. А я написала много путешествий, потому что здоровье существительное. Думаю, пусть будут путешествия существительные. Да. Гениально, но я хочу сказать, давайте, это вот просто, ну, как сказать, вольный перевод. Я ничего, как сказать, восхищаюсь, но если быть совсем, как бы, вот, ну, буквоедом, то написано. Быть счастливым, быть счастливым и путешествовать много. Значит, путешествовать – это действие. Быть счастливым – это тоже действие, да? И всё-таки Лена, как Маяковский, написала много путешествий. Поэтому я бы всё-таки исправляю. Исправляю, исправляю. Исправляю. Да, но это, в общем, так сказать, суть сильно не меняется. Но если совсем вот это предложение перевести, ну, как написано русское, то будет всё-таки глагол. Валентина, сейчас пять с плюсом поставлю. Сама прям накатала так? Я же про описание смотрю, я не могу сама, я с ошибками пишу. Так, и девочкам тоже, чтобы обидно не было сейчас. Всем пятёрки с плюсом, все отличные информации. Так, слушайте, мне, знаете, какая мне понравилась, вот, я сейчас просто это предложение, дайте я вот здесь вот ещё напишу. Значит, что мы, как, Лариса, предложение? Сейчас я вас пишу. Нет, Лариса, продиктуй, пожалуйста, что ты там сказала. Я желаю всем здоровья. Сейчас посмотрим, просто что здесь. Так, здоровья, что ещё? Быть всегда счастливыми. И много путешествовать. Спасибо. Ну, я не знаю, что нам предложит. Видите, всё по-разному. Ну, всё понятно. В общем, всё правильно мы сделали, просто я посмотрела, интересно, как этот переводчик нам переведёт. Супер. Так, Еночка, а юриди? Своё предложение по-русски. Спасибо. 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 так я написала завтра вечером после йоги я пойду в басты и она говорит это на английском остальные пишут свои версии динчонки айвил гол in swimming pool авто и класса йога пишем как сказал так и пишем все пишут свои версии вентину только не гуглим а сами прошло до стараюсь я сейчас скажу почему потому что у нас есть мы главное развиваем мозг мы потом загугли мы все посмотрим этот очень про никуда не гуглить потому что гугл не уйдет самой прям сама вот что получится лучше ошибиться теперь надо про описание мне посмотреть у 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 ладно прям сама чуть-чуть делаю тем самым но я проверял написание описала сама или или нет половины я пишу и проверяю написание сразу свиминку а я сделала ошибку свиминка взялся конструкции слома и я смотрела что а грамматически как написать сама не смог грамматически самая писала ошибками значит автор нам написал завтра вечером после йоги я пойду бассейн и мы смотрим тумору лучше не ими они горят умурной у тебя найду сказала потом когда перепроверяла меня вышла и в нем это получится завтра вечером она и пишется просто найда простое снова это русский подойдите посмотрю на и как книга хп это пленочек написала что тумору на и сейчас я справлю граммат леночка написала что тумору на и и автор тоже автор тоже сказал что после уточнения завтра вечером после йоги раз уже начали писать тумору на и это и авто йоги тоже нужно там же написать из уточнения должно быть все ну конечно потому что раз ли начала предложение тумору майкс а у нас это не не закончилось тумору на это авто йоги понятно все уточнение когда а потом уже идет ой ловлю я пойду в бассейн то есть не надо разбивать вот это а нельзя сказать завтра вечером я пойду бассейн после йоги его можно вот так говорится чего нет но лучше вот так вот ну как будто это ухо этой рукой а можно вот это это да удобнее удобнее что сразу все как бы завтра вечером после йоги все уточнение в одном месте или это бассейн в начале не не разбивать лучше не разбивать потому что ну куда его там пихнуть непонятно да то есть она такую ломаные получается предложение а так она получается гармонично и красиво или я пойду бассейн завтра вечером после йоги тоже здорово или завтра вечером после йоги если автору это ну принципиально что именно она начала именно с этого то я пойду бассейн почему нет итак у ленча учился tomorrow night авто просто йога и все никаких классов йоги нету авто йога но это будет понятно да что это занятие йоги конечно да а в русском то понятно что это занятие как там английском не надо и тогда йога все без артикля до авто йога да и в лондоне тоже поймут и в америке поймут йогу без всяких вопросов просто уточнить когда до завтра вечером после вынесли начало предложения но раз я нас этого начала то она я так понимаю очень рада что она пошла опять фитнес-клуб и у нее для них это первом месте и поэтому она пишет в начале и и правильно делает потому что для нее важно что наконец-то свершилось очень здорово и так там урана и авто йога а был бы умница и у нас это у нас утверждение до айбл а вот мы хотим сказать бассейн мы как бы им да хотим сказать я пойду в него а мы пойдем к нему по направлению к нему ту ну пусть будет без времени потому что лену знает конкретно в какой пойдет и мы тоже понимаем что она в свой пойдет потому что про фитнес она уже нам сказала что там абонемента на арестат и так далее все понятно отлично не нужно вот это значит на всякий случай мы сейчас были вот здесь simple вот в этом месте айбл я так слышала так и написал агул гол куда я пойду бассейн я пойду бассейн я пойду бассейн вот это предложение пусть бы так агул гол туда средний пол где она туда семейку пишем вот айбл гу айбл гу я пойду бассейн агул гол туда пометли но также своим пул и ты что же можно я вас не слышу а сейчас слышно так сейчас слышно периодически интернет пропадает ну да это есть поэтому не пусс вот у нас просто ларисочка лучше все таки писать вот ну как с выменью полностью а потому что я не вижу 2м по моему твоим с ними 22 лариса а 2 м tomorrow тоже пишите не так написано вот так вот сейчас исправлю меня все нормально все отлично все отлично не ошибается только тут то ничего не делает а мы с вами движемся дальше и все ну а ну конечно звуки и звучит лаконичнее пусть уже будет так tomorrow тогда я бы тогда написал без всяких индивиду муру и в ней не ноги и не пусть будет не на эту муру и вниз и авто не какая звезда а просто йога авто йога они будут туда свиньки у томору и в ней авто йога отлично творить поздравляю отличный так а леночка из ее сентябрь что сказано что нужно делать вложение свою готов я же только что написала говорят делаем попроще нам что было некоторые люди говорят что деньги это просто бумага сделаем косвенное без всяких вот этих валентин просто мы это не проходили не будем в грамматику сейчас залезать я сейчас не подскажу вам могут там надо запятую тире ставить но не точно говорят что деньги это просто бумага лучше так исправим без без кавычек прошу все отлично теперь это предложение пожалуйста некоторые люди да и что деньги а сам и полсей дед маме из час тэпель пишем вентином и все тоже свои версии пишем чёрну Продолжение следует... 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 Some people say... It's just paper... Сейчас... Сейчас... Какой-нибудь табличку сделать... Когда толк употреблять... Когда speak... Когда say... Ну вот эти вот разные формы говорения... Я подумаю над этим... Окей? Вот... Да... Мания из just paper... Десять минут осталось... По предложению не успеем... Да... Да... Давайте сыграем... Я предлагаю сыграть в игру... Где мы составляли предложение... Вы помните глаголы? Пошли дальше... Про... Про... Того же самого... Вы как? Да... Единственное... Можно я вас очень люблю... Но я уже пойду... Наверное... Конечно... Да... Все... Я тогда запись остановлю... Y... Мент...